В этом видеоролике мы рассмотрим модальные окна, проблемы их использования и решения. Окна являются инструментом интерактивного взаимодействия с пользователем. В частности, модальные окна используются в тех случаях, когда от пользователя требуется ввод информации, без которой невозможно дальнейшее выполнение алгоритма. При этом окно полностью блокирует интерфейс программы, а исполнение программного кода останавливается до тех пор, пока пользователь не закроет модальное окно. Изначально платформа 1С разрабатывалась как настольное приложение, поэтому проблем с использованием модальных окон не возникало. С развитием SaaS-решений, переходом на мобильные платформы и веб-клиент, возникли трудности с поддержкой модальных окон веб-браузерами. Либо веб-браузер вообще не поддерживает модальные окна, либо модальные окна отображаются как всплывающие окна, что может создавать определенное неудобство с настройкой браузера. В связи с этим возникла необходимость нового подхода в технологии интерактивного взаимодействия с пользователем. Это асинхронная модель. Существуют две модели управления логикой. Синхронная последовательная, которая используется в настольных приложениях, и асинхронная событийно-управляемая модель, которая используется в современных веб-приложениях. Принцип работы синхронной модели следующий. В момент вызова модального метода, в нашем примере это метод вопрос, использование кода останавливается, и только после ответа пользователя возобновляется его исполнение и возможность обработки результата. В асинхронной модели производится вызов блокирующего окна с помощью метода показать вопрос, а исполнение кода не останавливается. После ответа пользователя результат можно получить в другой процедуре обработчики события, что продемонстрировано на картинке слайда. В следующем слайде описаны основные конструктивные особенности асинхронного метода. Во-первых, код разбивается на две процедуры. Процедура, которая создает блокирующее окно, ожидающее действия пользователя. И процедура обработчик оповещения о том, что пользователь сделал свой выбор, и мы можем использовать результат его действия для дальнейшей работы. Во-вторых, в платформу был добавлен новый тип объектов описания оповещения. Данный тип объектов позволяет описать вызов процедуры обработчика, наступление какого-либо ожидаемого события, такого как закрытие формы или немодального диалога. Он имеет три параметра. Имя процедуры указывает имя процедуры обработчика оповещения, которое будет выполнено после получения ответа пользователя. Модуль указывает, в каком модуле расположена эта процедура. И дополнительные параметры. Значение любого типа, который будет передана в процедуру обработчика оповещения при ее вызове. То есть, из первой процедуры во вторую. Также процедура обработчика оповещения должна быть всегда клиентской и экспортируемой. Итак, резюмируя вышеизложенный материал, следует сфокусировать внимание на трех терминах, которые необходимы для описания синхронной и асинхронной модели интерактивного взаимодействия. Это модальное окно, модальный метод и блокирующее окно. Модальное окно – это окно, блокирующее весь интерфейс приложения. При этом исполнение кода останавливается до момента получения ответа пользователя. Например, окно модальной формы. Модальный метод – это метод глобального контекста или объекта платформы, при выполнении которого происходит открытие модального окна. Например, метод вопрос. Открыть форму модально и так далее. Блокирующее окно. Окно, блокирующее весь интерфейс или его часть, но при этом исполнение кода не останавливается. Какие же нововведения в платформе 1С последовали в связи с переходом на синхронную модель управления логикой? Добавлено свойство конфигурации режима использования модальности, который может принимать значение не использовать, использовать с предупреждением, использовать. Добавлены методы, аналогичные модальным методам, но в отличие от них, не блокирующие поток исполнения. Эти методы уже не являются синхронными, поэтому могут использоваться при разработке веб-приложений. Их имена начинают со слова «начать» либо «показать», например, «показать вопрос» вместо «вопрос» или «начать помещение файла» вместо «поместить файл». Первым параметром принимает объект описания оповещения, указывающий на процедуру модуля, которая будет выполнена после того, как пользователь сделает свой выбор в блокирующем окне. И методы не возвращают значения. Вместо этого результат выбора пользователя будут переданы в процедуру модуля, описанную объектом описания оповещения. Также были добавлены возможности работы с управляемыми формами в синхронной модели, однако для них не создавалось новых методов, а были добавлены уже имеющиеся средства. Добавлено свойство формы описания оповещения о закрытии, которая указывает на процедуру модуля, которая будет вызвана при ее закрытии. Также это значение можно устанавливать при помощи нового параметра метода «Открыть форму». Добавлен вариант режима открытия окна формы «Блокировать весь интерфейс», при использовании которого открываемая форма заблокирует все окна, а не только окно родителя. Добавлено дополнительно реализован новый метод глобального контекста «Выполнить обработку оповещения», который позволяет вручную осуществить вызов процедуры обработчика, что позволяет реализовать общую процедуру, выполняющую опрос пользователя, который может вызываться из разных мест. Далее на слайдах представлена таблица соответствия синхронных методов ассинхронным аналогом. В завершении хотелось бы сказать несколько слов о правилах, которые следует учитывать для написания новых конфигураций. Во-первых, если в свойствах конфигурации установить режим использования модальности не использовать или использовать с предупреждением, то конфигурация будет сообщать о наличии модального вызова. Во-вторых, прежде чем использовать блокирующие окна или методы, открывающие диалоги в блокирующем режиме, следует подумать, а можно ли обойтись без них. Если логика работы позволяет обойтись без блокирующего диалога, лучше его не использовать, так как это определенный трудоемкий процесс. В-третьих, если все-таки блокирующие диалоги нужны, то вместо старых модальных методов следует использовать их новые немодальные аналоги, о чем уже говорилось выше. В-четвертых, чтобы открыть форму в блокирующем режиме, вместо метода открыть форму модально, нужно использовать метод открыть форму с новым синтаксисом, о чем мы уже также говорили выше. В-пятых, если форма всегда будет открываться только в блокирующем режиме, в конфигураторе можно установить ее свойство режима открытия окна, значение блокирует весь интерфейс. Здесь надо понимать, что используя этот режим блокировать весь интерфейс, мы полностью моделируем модальное поведение, что не очень хорошо сочетается с природой веб-приложений. Поэтому лучше использовать блокировать окно владельца. Тогда окно владельца будет заблокировано, но остальной интерфейс прикладного решения для пользователя будет доступен. В некоторых сценариях это может быть полезно, а вот в некоторых это может быть вредно, так как пользователь может потерять фокус и потерять, так сказать, первоначальное окно. В-шестых, в конфигураторе есть возможность автоматизировать создание кода оповещения, начиная с версии 8.3.5. Достаточно написать имя метода и открывающуюся скобку, а после этого из контекстного меню вызвать команду рефакторинг создать обработку оповещения. В результате платформа создаст конструктор и процедуру, обрабатывающую оповещение. В этом видеоролике мы рассмотрели проблемы модальных окон, принципы синхронной и асинхронной логики, модальные окна и блокирующие окна, а также подход к решению в новых версиях платформы. А на этом у нас все. Спасибо за внимание.